Будет продаваться картофель эконом-класса. Это очень мелкий и очень гнилой картофель, но предложено его продавать. Я предлагаю все-таки разжиться президентом подешевле, потому что пусть лучше будет эконом-класса президент, а не картофель. Потому что Владимир Владимирович, конечно, замечательное существо, но уж очень у него затратные хобби, дорогие. И Сирии, и Донбасс, и всякие аквадискотеки. Очень разорительные забавы. Я понимаю, что ответом на продажу картофеля эконом-класса будет некая программа, ну, примерно в 2,5 миллиарда долларов. И на портале госуслуг вы всегда сможете, благодаря этой программе, найти свою заклепку в танке Армата, которая появилась там, благодаря тому, что вы покупаете картофель эконом-класса и терпите это свинство. И мы видим, сколько денег тратится там, не знаю, на того же Соловьева. Хотя не надо нападать на Соловьева, он бесценен. Он действительно для полностью децеребрированной части населения, он создает прекрасную иллюзию. Они бы не смогли без этой иллюзии жить. Он хранитель слепоты, и мне он нравится. Только, кстати, передайте ему, чтобы он никогда больше оранж на себя бы не надевал, потому что он выглядит, как апельсин-мутант с головой индюшкой. Так нельзя. Он занят серьезным делом. Он занимается госпропагандой. Он отмазывает неотмазуемое. Он очень старается. Ведь не всякий человек сможет даже за деньги утверждать, что Россия это та страна, которая от распада может спасти только сильный удар математика в живот пожилого. Но над ним ржут, издеваются. Он делает, кстати говоря, огромное дело, потому что... Вот, Лиза, ты хохочешь. Ты знаешь, сколько слепых в мире? Вот людей с проблемами зрения примерно... Ну, вот почти 300 миллионов с проблемами зрения. Из них, скажем так, 39 миллионов практически слепы. К чему я веду? К тому, что из этих 39 миллионов примерно 30% категорически не хотят лечиться. Они не могут, не то что не могут получить медпомощь. Они не хотят прозревать. Они привыкли к своему... Потому что боятся увидеть Соловьева? Нет. Они привыкли к своему тактильному слепому мира. И они не хотят приобретать способность, которая кажется им страшной. И вот такая же история со зрителями Соловьевых. Он же дарит им галлюцинации. И они привыкают. Вот, кстати говоря, в Австралии там есть чудесные собаки. Там есть и динго, там есть и местные пастушеские собаки. Но последние 30-40 лет эти собаки превратились в диких наркоманов. Они находят тростниковых жаб. И вот где видят жабу, они ее начинают облизывать. Потому что у этой жабы кожистые выделения содержат всякие галлюциногены, которые очень сильно действуют. И эти собаки часами выискивают эту жабу, чтобы облизать. Поэтому, конечно, представь себе, что кто-нибудь возьмет и в одночасье разрушит этот мир, эту иллюзию людей. И вот тогда произойдет действительно прямо у телевизоров массовый замор. А лечить-то некому этих людей и реанимировать некому этих людей.